Сегодня, мои друзья, я вам расскажу сказку. Давным-давно в некотором государстве жило два разных племени. Одно племя современное, молодое. Их называли проходные. Другое племя, более древнее, известное как Ногозахваты. Жили они разным укладом жизни. Охотились они по-разному. Одни предпочитали брать зверя на проход. Брали его уверенно. Зверям нравился своенравный, смелый, который шел вперед. Другие старались брать зверя тактично, на подходе. Охотились так, как охотились их деды. Вместе племена эти не дружили. Можно сказать, даже враждовали. Потому что нет у них ничего общего. И охотились они на одних и тех же зверей. И вот в этих племенах вдруг случилось необычное событие. Девушка по имени Кпеха познакомилась с парнем по имени Муралец из другого племени. И начали не встречаться. И проскользнула между ними искра. И полюбили они друг друга. Но старейшины премии не различали им встречаться. Потому что одни были вне закона. Другие были современные, более зазнавшиеся. Правительство к ним питало больше уважения и доверия, нежели к староверам. Что делать? Раз согласия нет, сбежали. Уралец и Кпеха в дальнюю тайгу в Гутримучию. И предались они своей любви незаветной. И любили они друг друга до беспамятства ни один день и ни одну ночь. И в итоге, через какое-то время, Кпеха родила уральцу, парня, богатыря, который всем похож был на мать. Но был также у него черты отцовские. И назвали его, дали ему имя, нарекли, Кпе с приставкой С. Почему С? Потому что Супермен. Появился вот такой капкан. Принцип работы у него, как у проходного капкана. То есть это проходной капкан с педалькой. С пяточкой, на которую наступая зверь, страгивает механизм и капкан срабатывает. Если вам интересно узнать подробнее про такой капкан. Да, этот капкан производит Березовский капканный завод. Так называемый СУАЗ, сокращенно. А вот капкан называется КП-120С Следовой. Если интересно, я могу сделать отдельное видео. По способу установки этого капкана. Ну и поподробнее вас познакомить с этим капканом. Напишите под видео, пожалуйста, интересует ли вас такое видео, стоит ли его снимать. Знаете ли вы этот капкан, испытывали ли вы его в работе или нет. Может быть у вас уже сложилось о нем какое-то впечатление, плюсы-минусы. А я сегодня просто вкратце вам покажу этот капкан для затравки. И хочу получить от вас обратную связь. На основании которой уже приму решение, стоит ли мне заморачиваться, снимать видео отдельно по этому капкану или нет. Вот, пожалуйста, под видео напишите, работаете вы с таким капканом, ловит он, не ловит. Какие у него есть плюсы, минусы. Интересен вам такой капкан. Если вы хотите, чтобы я снял отдельное видео по этому капкану, пожалуйста, укажите ниже под этим видео и поставьте лайк к этому видео, чтобы я понял, что вам интересна эта тема и тем самым вы просите меня снять новое видео. В зависимости от того, сколько будет лайков, я сделаю вывод, стоит ли мне снимать видео об этом капкане или нет. Ну все, с вами был Чигравый. До новых встреч. Пока-пока.